Еще об одной угрозе, которая волнует мировое сообщество, не меньше, чем коррупция. Борьба с исламским государством. По данным аналитического агентства HIS, прогресс уже есть. Боевики теряют контроль над территориями Ирака и Сирии. Кроме того, доходы экстремистов, которые они получали в основном от продажи нефти, упали на 40%. Тем не менее, исламские радикалы пытаются демонстрировать силу. Серия кровавых терактов в Ираке, атака в неменском Мюнхене. Все это события последней недели. Террористы хотят отказа от общечеловеческих ценностей. Цель боевиков – запугать и заставить европейцев думать о мусульманах плохо. Европа в очень сложной ситуации. Стратегия борьбы у каждой страны своя. К власти с новой силой рвутся националисты. А общество не готово принять новые программы тотального контроля за действенное средство. Подробности у Александра Пинчук. Исламское государство в последние месяцы теряет доходы людей, а также территории. Но тем не менее, как и прежде, остается самой мощной террористической организацией планеты. В среду террористы осуществили три новых мощных взрыва в столице Ирака. Погибли почти 100 человек. Еще больше получили ранения. Споры и отсутствие взаимопонимания между полевыми командирами переводят к тому, что в стране вновь воцаряется хаос. Погибают ни в чем не повинные люди. Так было на этой неделе в Багдаде. Точно так же раньше уже погибали или получали серьезные ранения жители многих городов Ирака. К сожалению, Ирак сейчас переживает, а нужно отметить далеко не лучшие времена. И это критический период. Раньше у нас такого никогда не происходило. Ни 15 лет назад, ни 150. При этом никто из экспертов не может сейчас дать точное определение, что именно происходит в стране. 11 мая стала самым кровавым днем в Багдаде с начала года. Ответственность за все нападения взяла на себя террористическая группировка, Исламское государство. В пятницу исламисты напали на посетителей кафе в городе Белад, что к северу от Багдада. Погибли 16 человек, еще 30. Получили ранения. Сообщается, что заведение часто посещали болельщики испанского футбольного клуба «Реал Мадрид». Мы хотим жить нормальной жизнью, хотим ходить на рынок, но правоохранительные органы не могут гарантировать нам безопасность. Правительство говорит, что у них есть специальные приборы, которые могут обнаруживать взрывчатые вещества. Я спрашиваю, где эти детекторы? Как они не заметили целую машину, начиненную взрывчаткой? Вот уже 13 лет мы живем в условиях постоянных нападений. Процветает коррупция, экономика слаба. Исламское государство каждую неделю поднимает голову. Гибнут люди. По данным, которые приводит Нью-Йорк Таймс, доходы исламистов от продажи нефти упали с 80 миллионов долларов каждый месяц в середине прошлого года до 56 миллионов долларов в марте 2016-го. Территория под контролем боевиков сократилась на 22% по сравнению с серединой 2014-го года, а население – с 9 до 6 миллионов. Международная коалиция во главе с США продолжает осуществлять бомбардировки позиций исламского государства. Периодически нам удается уничтожать лидеров исламского государства. На этой неделе был ликвидирован ряд боевиков, в их числе Хаджи Имам. Он, как нам стало известно, занимался вопросами финансирования группировки из-за рубежа. Уверен, что подобные операции помогут нам ослабить исламское государство как в Ираке и Сирии, так и за пределами этих стран. В Баварии сейчас идет уголовное расследование нападения на людей с ножом на железнодорожной станции близ Мюнхена. В среду утром три человека были ранены, один погиб. По словам очевидцев, преступник кричал Аллах Акбар перед нападением. Подтверждается и следующая информация. Нападавший успел выкрикнуть «умрите неверные». В феврале этого года на главном железнодорожном вокзале Ганновера 15-летняя девочка напала на полицейского с ножом. Как было установлено следствием, она посещала собрание местных салафитов и пыталась примкнуть к исламскому государству. На неделе боевики группировки объявили о выпуске специального приложения в интернете. Предполагается, что с его помощью дети быстро выучат арабский алфавит. Буквы обрамляют картинки на военную тематику — танки, ракеты, винтовки, мечи, пушки, пули и патроны. В приложении можно также послушать тематические детские песни. Ранее экстремисты уже выпускали приложения для телефонов. Например, с помощью одного из них сторонники группировки могут следить за последними новостями джихадистов. В целом, боевики исламского государства активно используют различные современные каналы связи, в том числе социальные сети и мессенджеры. Еще одно нападение с ножом на неделе произошло в США, близ Бостона. Погибли два человека, четверо были ранены. По словам очевидцев, нападавший выбирал жертвы наугад. Правда, стражи порядка не связывают нападение в Тонтене с терроризмом. То, что произошло, это что-то за гранью понимания. Мотивы преступника не ясны. Он нападал на людей, которых видел впервые в жизни. Угонял автомобили, врывался в чужие дома. А закончилось все в торговом центре, где нападавшего ликвидировал полицейский, обедавший там в ресторане. В 2016 году иракские правительственные войска при военной поддержке США освободили Эр-Рамади. Теперь речь идет о том, чтобы отвоевать Масул. А сирийскими правительственными войсками при поддержке России была освобождена Пальмира. Еще ряд городов и населенных пунктов отбили курды и другие воюющие группировки. Исламское государство потеснили, но войну группировка не проиграла. Радикалы продолжают удерживать стратегически важные города, сохраняя при этом мощную армию боевиков-иностранцев. По оценкам экспертов, она насчитывает около 27 тысяч человек. Аналитики говорят, что тысячи боевиков уже передислоцированы из Сирии в Ливию. Поэтому рассчитывать на полное уничтожение исламского государства, а также на снижение террористической угрозы в Европе, пока не приходится. Александра Пинчук. Вокруг планеты.